Захотелось тщеславному зайцу, чтобы его дом сторожила лиса, построил будку, пригласил в нее лису, и с тех пор больше в дом не заходит, лиса не пускает. Вот так вот, то есть это очень похоже на нашу жизнь, мы сами выбираем на свою же голову всяких лис, чтобы нас стерегли, а потом они нас же и выживают из нашего дома, обирают и так далее, и мы горюем, что такая наша судьба, а сами же ведь выбрали их, чтобы они стерегли дом. Почему мы не видим, что это лисы? Я заяц. У тебя на этих лис желание. Есть все-таки, да? Да, и ты не можешь этому желанию сопротивляться. Ты думаешь, что у тебя это будет лучше, чем у других. То есть эта лиса меня будет стеречь? Да. Понятно. Тут очень интересный заход. Тут, говорится так, захотелось тщеславному зайцу. То есть тут что-то со мной все-таки не то, да? Да. То есть я, 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 я выбираю. Что ему надо что-то большее, чем обычно положено было бы. То есть, чтобы выбрать не лиса какого-нибудь, это я должен перестать быть тщеславным, да? Да. Тогда кого мы выберем, если мы будем вот так вот с собой немножко поработаем? Гордое, простое одиночество. Мы выберем? Да. Вот так вот в своем доме, да? Вот в этом я... Почему вы так подняли эту штуку? Одиночество и сказали гордое, спокойное, одиночество. Потому что это вообще то, что есть у нас. И в этой жизни, и после этой жизни, все время мы одиноки. С семьями, с детьми? Это не важно. Все равно ты, ты с собой. Ты с собой. Хорошо, тогда я спрашиваю вас как каббалиста, где здесь Творец? Вот здесь, я с собой, где здесь Творец? Это то, что Творец себе приготовил. Да? Это вообще можно считать, не знаю, добром, подарком? Я не знаю, можно? Да. Серьезно? Когда ты начинаешь ощущать, что весь этот мир, он весь перед тобой. Да. А ты, в общем-то, в нем не нуждаешься. Не нуждаешься. Тогда ты видишь счастье. В чем я нуждаюсь? Я не нуждаюсь в этом мире. В чем я нуждаюсь? В чем? Не в чем. То есть у меня все есть, да? У тебя все есть, все было и все будет. Нет, тебе ничего не надо. Это вы называете одиночеством? Это я называю счастьем. Счастьем. Что мне ничего не надо, у меня все есть. Да. И так добавляя, можно сказать, что это он меня этим всем обеспечил? Да. Это называется связью с ним. А одиночеством вы назвали именно это состояние, да? Это состояние одиночества. Но оно тебе сладко, хорошо, спокойно. Мы вообще привыкли бороться с одиночеством. Там в Англии даже министр одиночества, вы знаете, да, избран еще. Где-то одинокие страны. Ну, это их проблемы. Люди ищут контактов каких-то. Даже не ищут, они одинокие. Я не знаю. Для них ищут контакты, чтобы их свести с кем-то. Я считаю, это совершенно не надо. Ну, хорошо. Вот для вас это понятно. Для вас это так или иначе. Внутренний диалог с Творцом. Есть эта высшая сила. А для обычного человека? Ему тоже это надо. Да? Конечно. И ему тоже это надо. Надо этому научить. Понятно. А вот все письма, которые даже к нам приходили, что я одинок, вот, и мне так, вот, как мне жить вот в этом одиночестве. А что ты хочешь от других? Что ты хочешь? Чтобы перед тобой разыгрывали чего-то? Чтобы тебе было кому плакаться? Не надо ничего этого. Да. Не грустно это? Нет, не грустно. Где здесь радость вот в этом? Радость, она... Вы даже сказали о счастье только что. Да, радость и счастье в том, что я могу, быть сам собой, в своей жизни. И никто, блин, больше не нужен. То есть вы, в принципе, сейчас призываете найти себя вот в этом одиночестве, человеку? Да? Человек, в общем, одинок. Так, это для вас как формула такая? Да. Так. И он должен быть в себе. Тогда ему будет хорошо. Понятно. То есть вся эта суета в поиске... Он не должен требовать ничего и ни от кого. О, вот сейчас, наверное, вы такое слово произнесли. Требовать. То есть он не должен требовать. Ожидать. Ожидать. Да. То есть он должен жить с ощущением, что уже все есть у него, да, получается? Да. Все, что ему надо, у него есть. Есть. Заготовлено заранее. Заготовлено заранее. И вот в этом и есть такая радость его внутренняя и его счастье. Да. Как-то мне так не очень с этим уютно все-таки. Не знаю почему. Что у тебя за сомнения? Ну, сомнения мы все время как бы говорим о добрых связях, о теплых отношениях к другим. Нет. Но если на другом уровне подняться, то там уже совсем другое дело. Ты говоришь уже о методе исправления мира. Ну, да. Мира сначала в себе, да, как получается? Мира в себе. Мира в себе. А когда соедините, пожалуйста, два этих мира, вот это то, что я вот очень хотел бы. А когда ты будешь думать об этом мире, что в нем есть все для всех, и ничего не надо никому, чтобы все удовлетворились только тем, что у него есть. Да. Тогда ты получишь настоящий счастливый мир. Понятно. То есть он не состоит из одиночества, таких многих-многих одиночеств, получается? Нет. Нет. Он состоит из людей, которые счастливы тем, что каждый сидит в своей нише маленькой. Да. И ему хорошо. Потому что свыше над всеми есть Творец. Вот эта формула у нас. То есть он не хочет никаких захватов, ни чьих квартир и так далее. Ему хорошо там, где он. Да. И это правильно вот так вот к этому прийти, в принципе. Ну, это все намного выше еще, но, в общем, да. А можно выше? Можно еще шажочек выше еще сделать? Или этот еще немножко объяснить? Если можно. Я боюсь просто, что наш зритель как-то вот на этом... Мы его не затаскиваем в какой-то темный угол. Кого? Нашего зрителя? Да. В какую-то мышиную норку. Точно. Наоборот, мы хотим расправить его голову, плечи, разум. А правильно сказать, что вы как бы сейчас говорите, что у тебя все есть. Уже сейчас у тебя все есть. Правильно? Да. Такой посыл. Правильно, да? Да. То есть вот этим вот ты и живи. У тебя все есть. И счастье, и радость. Все есть. И Творец с тобой. Только раскрой. Только раскрой это. Субтитры подогнал «Симон»